Любимая челябинцами хоккейная команда «Трактор» активно готовится к новому сезону. Сейчас идет формирование состава. Какой видит команду руководство клуба, мы спросим первого вице-президента «Трактора» Сергея Гомоляка. Доброе утро, Сергей Юрьевич. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, нам, какие планы вы готовите на новый сезон? Ну, планы, как обычно, начинаем работать 6-го числа, тренируемся две недели здесь, на 10 дней уезжаем в Италию, после Италии приезжаем и стартует кубок губернатора 6-го по 10-е, потом еще 5 дней здесь тренируемся и едем на турнир «Рамазан» в Магнитогорск. После чего несколько дней здесь опять тренировочный процесс, и 24-го кубок открытия, начинать чемпионат. Я думаю, что календарь, когда выйдет в конце июня, будем знать уже, когда мы будем начинать. Кого вы видите в роли лидеров, и какие перспективы вообще у наших молодых хоккеистов? Ну, я бы не сказал, что у нас команда молодая, у нас защитная линия именно поменялась, да, в сторону омоложения, но нападающие у нас довольно-таки опытные, это, опять же, Андрей Попов, это Глинкин, это Пистунов, опять же, вновь привыкший к нам Максим Якуценя, это Станислав Чистов, вот, и вот сейчас ведем переговоры, думаю, на днях подпишем канадского центрального нападающего, он тоже 85-го года, тоже довольно-таки опытный, потому что нападение довольно-таки опытное у нас, ну, защита чуть-чуть помоложе, будет такой сплав опыта и молодости. Давайте поговорим о Чистове, он все-таки капитан, вот как вы оцениваете его работу, справился ли он с функциями, возложенными на него, и вообще, может ли этот нападающий играть еще сильнее? Да, я, наверное, начну с конца вашего вопроса, да, играть он может гораздо сильнее, потому что у него очень огромный потенциал, я с ним разговаривал, я ему сказал, Стас, с твоим талантом, с твоим потенциалом ты можешь играть еще лет 7-8, как минимум, вот, то, что справился или не справился, да, с капитанской повесткой он именно справился, команда стала играть гораздо лучше, и он провел лучший сезон в команде. Наверное, многих наших болельщиков он волнует, но, если, конечно, это не секрет, объясните причины обмена Катичева на Калашникова и Костромитина на Климонтова. Ну, это часть нашей работы и часть работы хоккеистов. Может быть, я говорил про Женя Катичева, что, ну, парень здесь уже несколько лет играет, и получал серьезные травмы. Немножко поменять ему атмосферу и нам, как бы, поменять Женю на другого, более молодого хоккеиста. Мы пошли на это. Вот, и я говорю, что Женя не закрыта дверь сюда, то есть, если он на следующий год изъявит желание вернуться, то мы не будем препятствовать этому. Вот, то, что касается Климонтова, ну, опять же, тренецкий штаб не видит Костромитина в данный момент в команде, вот, а Климонтов изъявил желание играть в нашей команде. Поэтому мы пришли к общему знаменателю, поменяли его просто на Костромитина на Вики-Си. Защитник Егор Мартынов. Ходили слухи о его обмене в Сибирь. Вот расскажите, тяжелые были переговоры? Ну, это не было обменом. Мы сделали Егору квалификационное предложение, есть по регламенту, вот. Но Сибирь сделала ему более высокое предложение. Ну, после этого, и когда Егор пришел, мы с ним просто поговорили и нашли общий язык. Где-то среднюю сумму выбрали, и он согласился, и мы рады, что он остался в команде. Новичок команды, вратарь Павел Францовус, вот он, может ли стать таким вот лидером в нашей команде в новом сезоне? Ну, я не хочу говорить, что может. Мы хотели бы вообще, чтобы он стал этим лидером, потому что, действительно, приход в нашу команду, да, после того, как был здесь Майкл Гарнетт. Хочу, опять же, пользуясь случаем поблагодарить Гарнета за то, что он играл в команде, он много сделал для нашей команды, вот. Ну, видимо, его время ушло. То, что касается Павла, да, мы действительно хотим, чтобы он стал... Тяжело, конечно, после Майкла ему стать, конечно, но мы надеемся, что действительно он станет таким же кумиром для болельщиков, как был Майкл. Желаю вам удачи, вам, вашим воспитанникам, всем нашим болельщикам желаем удачи, чтобы у «Трактора» в новом сезоне были только отличные игры. О будущем сезоне клуба «Трактор» мы беседовали с Сергеем Гомоляко. А мы вернемся в студию сразу после рубрики «Утренний бутерброд». А мы ждем всех на хоккее.